Приветствую вас, на самом деле все довольно просто, если посмотреть на эту ситуацию, сейчас несколько по-другому. Вам для чего-то нужны такие вот отношения на расстоянии, вам для чего-то почему-то нужны такие отношения, изначально были, где не было физического контакта, научного, вербального контакта, вот, эти отношения вам что-то давало. Мне из вашего текста, не знаю насколько правдиво показалось, что не особо вы горели этим самым желанием, молочного видеться с человеком, он был для вас идеальным, значит вы его идеализировали. И раз вы его идеализировали, то идеализировать можно только по переписке, идеализировать можно человека, которого вы не видите, вот. Нам источенно, непосредственно взаимодействие, любую идеализацию всегда разручить, чтобы нет идеальных людей, вот. Глобально вам отношения что-то давали, и глобально вы начали это терять. И глобально, теряя, вы умом-то понимаете, что все не так радужно, что есть проблемы и все, но вас держат с одной стороны то, что вам эти отношения дают, или точнее могут дать по вашему убеждению, по вашему желанию, с одной стороны. С другой же стороны, речь идет о том, что вы от себя требуете соблюдать обещания и чувствуете вину. Неадекватные требования к себе являются также проблемой. Кроме того, есть вероятные сложности, определенные сложности с обстраиванием отношений в реальной жизни, потому что за определенное время вы могли бы уже давным-давно встретить мужчину, вы давным-давно могли бы построить отношения в реальной жизни, но этого тоже по какой-то причине не произошло. И по какой причине этого не произошло? Очень нужно выяснять. Здесь вы боитесь близости, здесь у вас какая-то неуверенность в себе, здесь у вас есть определенная возможность замкнутых и т.д. Если есть чувство вины, то есть и завышенные требования к себе. Если есть завышенные требования к себе, то, вероятно, есть завышенные требования к людям, то есть непринятие ни себя, ни окружающих, что, конечно же, мешает вам устраивать отношения. Отношения, я имею в виду реальные, реальные отношения, поэтому со всем этим, безусловно, нужно работать. Вот примерно такая вот история. Чтобы оставить что-либо в прошлом, крайне важно иметь для этого мотивацию. Остаться в прошлом что-то может в том случае, если это самое прошлое не так важно по сравнению с настоящим. Если в настоящем вы получаете более яркие впечатления, если в настоящем вы получаете более яркой эмоциональной жизнью, то прошлое останется в прошлом, собственно, там, где ему место. Но если этого нет, то прошлое никуда не уйдет. Оно будет манить этим идеализированным эмоциональным окрасом, который с каждым днем, с каждым месяцем будет становиться только ярче, если в реальной жизни нет реально переживаемых вами эмоций. А их, судя по всему, не очень много, раз вы обладаете теми характеристиками, которые я назвал несколько ранее. Соответственно, с выявлением, с выявлением я и работы с причинами того, как вы оказались в этих отношениях, с приведением вашего психологического состояния в гармонию, в равновесие, в баланс, в выявлении и проработке тех проблем, которые у вас есть, например, страх близости, например, требования к себе, чувство вины, которое родом из детства и так далее. Все это нужно прорабатывать. И когда это будет сделано, я думаю, что вы сможете осуществить выбор. Выбор по поводу того, что делать дальше. Я не думаю, что ваше обещание встретиться с человеком вживую должно обязательно быть выполнено с учетом общения с ним. Я не думаю, что ваше обещание встретиться вживую с человеком должно быть выполнено ценой не проживания своей женской роли, ценой не отыгрывания своей женской роли. Но сейчас вы, конечно, этого сделать не можете по причине несколько такого дисбалансного восприятия себя. Но, как я и сказал, это можно корректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!